МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидеру турнира третьей лиги противостояла молодежь из премьер-лиги. Смотрите подробности футбольного матча Нарк-Ростов. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия. С вами Мурат Женкёзов. Сегодня премьер-министр Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснулина. Был рассмотрен ход реализации мероприятий по строительству объектов за счет казначейских кредитов в целях их опережающего финансирования. В рамках одобренного правительственной комиссией лимита средств в Карачаево-Черкесии ведется работа по двум объектам транспортной инфраструктуры, что позволит увеличить протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. Также был рассмотрен ход реализации инициативы социально-экономического развития России «Города больших возможностей» и возрождения малых форм расселения в части развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий. Республикой также поданы заявки по мероприятиям, направленным на развитие водоснабжения и обновление городского пассажирского транспорта. Что нужно знать перед тем, как идти в поход или начинать поездку? Конечно, в первую очередь нужно подумать о безопасности. Непредвиденная ситуация требует точного определения местонахождения человека и в этом случае поможет трекер. Теперь их используют и в Карачаево-Черкесии. Оборудование приобретено по инициативе Министерства туризма и курортов республики, поддержало предложение региональный филиал компании МТС. Мобильная система обеспечила спутниковыми трекерами туристическую отрасль республики. Альбина Ламкова убедилась в пользе оборудования. Богатейшие пейзажи природы нашей республики всегда привлекают внимание туристов. В зимний и летний сезон доступны более 70 живописных маршрутов для начинающих и более опытных путешественников. Большинство популярных маршрутов находятся в Архазии и Донбай. За первое полугодие курорты Карачаево-Черкесии посетили свыше 1 миллиона туристов. При этом, как отмечал глава республики, Рашид Тимрезов, безопасность туриста – это приоритет, отметил на пресс-конференции министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. Безопасность туристов – это возможность предоставления качественной туристской услуги путем прохождения, путем отметки в МЧС, когда человек выходит на маршрут, чтобы поисково-спасательные службы понимали весь маршрут, все геоточки, геозоны, где находятся туристы. Презентация социального проекта состоялась совместно с региональным филиалом компании МТС. Ситуация с доступностью мобильной связи и интернета в Карачаево-Черкесии в последние годы меняется в лучшую сторону. Позволяет успешно организовать работу операторы и экосистемы МТС. Большое внимание в компании уделяют социальным проектам. Даже при наличии смартфона в кармане, он, если заблудился, не сможет объяснить, где он находится. В лесу, в горах это крайне сложно сделать. А с этими GPS-трекерами они до полутора метров геопозицию определяют, поэтому очень легко найти пропавшего туриста. Затем делегация направилась в поход тестировать трекер. Все отправились по маршруту к Боритовым водопадам. Конечно, помимо оборудования, участники похода оценили красоту природы нашего региона. Горы впечатляют. Мы дети степей. Конечно, для нас это уникальные пейзажи. Глазами все фотографируем. Обязательно все сегодня посмотрим. Дышим, наслаждаемся. Мне кажется, наши легкие просто говорят, а что так можно было. Во время прохождения маршрута туристам рассказали о достоинствах трекера. Как движется группа и в каком направлении можно было наблюдать с помощью оборудования. Устройство оснащено кнопкой «Мисос Аларм». То есть, если мы нажимаем на кнопочку, у нас устройство связывается по номеру, который будет задан. Вот на данный момент вы можете видеть, сейчас поступит звонок. Вот он звонок. Мы можем ответить на звонок и разговаривать как по мобильному телефону. Туристический трекер МТС представляет собой тонкую прочную пластину. Поднявшись на определенную высоту, решили его испытать. Проведем маленький опыт. Мы сейчас проверим, как трекер реагирует на падение. Пришло СМС-сообщение о падении буквально через 5 секунд. В нем сообщаются координаты и местоположение человека. Устройство поддерживает функцию голосовой связи, интернет, СМС-сообщений. И оборудовано внутренними антеннами с высоким коэффициентом усиления связи. Благодаря чему трекер в любой труднодоступной точке можно использовать как инструмент связи. Милое устройство максимально подробно фиксирует наше движение. Мы проверили. А еще трекеры позволят обеспечить быструю реакцию групп спасателей. Для того, чтобы оказать необходимую помощь людям. И при маленьком приключении оставить приятное впечатление от отдыха. Альбина Ламкова, Али Бастанов. Веси. Карачаево-Черкесия. Архиз. Карачаево-Черкесия стала одним из 13 регионов России, которые выполнили все запланированные работы по искусственному лесовосстановлению. В этом году работы в республике планируется провести на площади более 160 гектаров. По сравнению с прошлым годом, площадь пассивных лесов увеличили в 4 раза. Работа реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Фестиваль народных промыслов и декоративно-прикладного искусства карачаевцев и балкарцев «Алтын-Кол» состоялся на Голубых озерах, расположенных в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Он проводится фондом сохранения памятников истории и культуры «Сто шагов к Айсыну». Главной целью фестиваля является сохранение исторического культурного наследия карачаево-балкарского народа и побуждение молодых людей к занятию народными промыслами. Смотрите репортаж наших коллег из Кабардино-Балкарии. Национальные мотивы и европейский стиль. Показы мод на «Алтын-Коле» – давняя традиция. Каждый год сюда приезжают мастера из Дагестана, Карачаева-Черкесии, Калмыкии и Ингушетии, чтобы продемонстрировать красоту женского костюма. Сегодня одежду представляет Зухра Язиева из Черкеска. Седьмой год. Фестиваль становится местом притяжения народных мастеров со всего Кавказа. Чтобы сделать такой нож, два дня. Два дня работы, да, и нож, в принципе, готов. Хотелось бы каждый год приезжать в свои республики, свои работы показывать в свои республики. Предметы быта – сёдла, кинжал, ювелирные украшения, необычные произведения ремесленников. К примеру, чучело лошади в полный рост, привезённое из Карачаева-Черкесии, просто заворожило туристов. А ещё представители старшего поколения соседней республики приехали в традиционной кавказской одежде. Задача сохранить богатейшее культурное наследие страны – одна из государственных. Организаторы уверены, такие встречи крайне необходимы. Тем более, что Голубые озёра, где фестиваль проводят с 2015 года, посещают тысячи жителей других регионов. В этом году темой алтенкола стала традиционная архитектура и родовые постройки. Фестиваль в Черекском районе длился до самого вечера. Для участников организовали большой концерт, и все желающие могли показать свои танцевальные способности. Нуржан Кубадзиева, Сия Джабоева, Тимиркан Фанзиев, Вести, Кабардино-Балкария. Наша республика богата своим историческим прошлым. Свидетельство тому многочисленные находки археологов, которым исчисляется не одна тысяча лет. В рубрике «Наше наследие» мы расскажем вам о деятельности археологического музея в Карачаевске, чья коллекция без преувеличения может поразить воображение. Подробнее Шерифат Лепшокова. Сотни древних артефактов, которые исчисляются тысячами лет. Всё это можно увидеть в первом в республике археологическом музее, расположенном в стенах Карачаева-Черкесского госуниверситета. Но почему именно здесь? Вопрос риторический, поскольку ВУЗ имеет давние традиции археологических изысканий. При входе в музей взгляд посетителя сразу ловит необычный экспонат, вмонтированный прямо в пол. Склип со скелетом пятилетнего мальчика наглядно демонстрирует, как проводились захоронения около полутора тысяч лет назад. В зале имеются находки и гораздо более древнего периода. Заведующий музеем Ахмат Айбасов рассказывает, Фунды достаточно быстро пополняются, помогают и жители близлежащих населённых пунктов. Приятно удивляет бережное отношение людей к древним артефактам. Они хранят и приносят в музей обнаруженные ими находки, что не может не радовать. Помогают и студенты исторического факультета. Ребята – наши помощники, признаётся Ахмат Айбасов. Мы их активно вовлекаем в работу. Археологический музей открылся четыре года назад. Это стало событием. Появилась возможность увидеть в одном месте древние экспонаты. Найденные исключительно на территории республики. В экспозиции имеются уникальные артефакты, которым насчитывается до пяти тысяч лет. Как этим кусочкам циновки, найденным в Адельхалке. Два года назад, в ходе реконструкции автодороги федеральной трассы, строители обнаружили несколько курганов высотой до пяти метров. К работе тут же подключились археологи, среди которых был и Ахмат Айбасов. В ходе раскупок на глубине 11 метров была обнаружена катакомба с четырьмя скелетами. Под ними лежали циновки. В республике в ходе раскопок археологи нашли еще немало артефактов. Сосуд из села Важного, также под реконструкцию автодороги, несколько лет назад попал участок с курганами в ауле Сартуис, в селе Важном. Там в пустных погребениях, в этих курганах, курганы тоже эпохи бронзы, но там из пустных погребений попал один из самых крупных наших экземпляров в экспозиции. Это вот такой тарный сосуд 8-го и 10-го века. Наверняка хранили в нем какое-то зерно. Большую часть экспозиции составляют женские украшения. Один из редких экспонатов – ожерелье из зубов и костей рыбы, которому также около пяти тысяч лет. Украшение было найдено в ауле Сарасиус в курганах эпохи бронзы. Этот стенд для нас, он самый такой любимый и памятный. Наверняка, может быть, это связано с тем, что это экспонаты, которые нам еще до открытия музея, практически перед открытием музея, подарил человек, который живет в районе под названием Бойня, близ Карачаевска, который нашел вот эти вот предметы на своем участке. Долго ждал открытия музея, чтобы это все вручить. Здесь есть стеклянные бусы с перламутром, стеклянные браслеты. Это все женские украшения средневековые, очень интересные кольца. Также есть практически миниатюрное такое стеклянное кольцо, вот здесь можете наблюдать. Они все с каким-то очень интересным орнаментом. А здесь вот такой вот мелкий бисер тоже стеклянный, все тоже покрыты перламутром. И так называемый инвентарь женской сумочки. Это ложка-цедилка, коповушка, ногтечистка, стоматологическая ложка. И это ручки от кисточек, которыми девочки в то время или девушки наносили макияж. Археологический музей является обладателем еще одного уникального артефакта. На сегодняшний день единственного в мире. Это элементы наборного пояса из бронзы, покрытые золотой фольгой с изображением лисы. Они датируются 8-10 веком и были найдены в Нижней Тиберде. Оригинальность изделий в выборе орнамента и его ювелирном исполнении. А этот стенд вызовет улыбку у тех, кто в детстве играл в альчики. Возможно, для некоторых станет открытием, что игра была известна тысячи лет назад. И тогда это были бараньи, козья строгала, тюркские народы, и сегодня их называют ашик. Альчики с возрастом около 5000 лет. То есть они известны уже в третьем тысячелетии до нашей эры. То есть известно, что люди играли в эту игру. Наверняка какие-то правила поменялись. Если вы обратите внимание, вы увидите, что на некоторых есть отверстия. Видимо, они использовали как амулеты какие-то выигрышные свои альчики. Музеем было сделано еще одно значительное приобретение. До образования Хумаринского городища неподалеку от тех мест находилось древнее поселение, которое известные советские ученые и археологи Мария Абрамова и Ханафи Беджиев изучали еще в 50-е годы. Все найденные им артефакты были отправлены в Москву. Ученик Абрамова и Владимир Малашев, не раз проводивший в нашей республике раскопки, узнав, что в Карачаевске в стенах КЧГО открывается археологический музей, приложил все усилия, чтобы вернуть экспозицию на родину. Это стало бесценным подарком. Теперь огромная коллекция в более чем 500 единиц находится здесь, в музее. Большую ее часть составляют керамическая глиняная посуда, золотые и бронзовые украшения. Шерифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева Черкесия, Карачаевск. С целью оздоровления летнего отдыха по приглашению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в республику приехали 150 школьников из Луганской народной республики. Все ребята были размещены в летнем лагере «Жемчужина Кавказа» в Тиберде. Подробности смотрите далее. В рамках соглашения между Карачаевой Черкесией и Старобельским районом ЛНР летним отдыхом охвачено сотни детей из новых регионов России. Руководством республики организован бесплатный транспорт и питание в пути. Отдых гостей также полностью обеспечен за счет средств региона. В летних лагерях, где проживают дети из Луганской народной республики, созданы необходимые условия для полноценного отдыха и досуга. Встретили нас замечательно на границе. Начальник образования нас встретил с пирогами, с чаем. Сфотографировались, детям мороженое раздали. Тут тоже встретили прекрасно. День проходит очень развлекательные программы, очень интересно. Ходили в походы в горы, удивительные пейзажи увидели. Дети просто в восторге. И мы тоже, как сопровождающие. Питание такое здоровительное, очень вкусное питание, выпечка домашняя. Нам очень нравится. В этот день гостей посетила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Министр вручила активно проявившим себя в лагерной смене ребятам грамоты и пригласила посетить нашу республику еще раз следующим летом. В их сердцах остаются самые яркие эмоции впечатлений от пребывания в нашей республике, от тех красот, которые они увидели во время экскурсии, от новых друзей. И мы ребят ждем в гости с их родителями не только в летний период, но и в зимний период. Будем рады видеть их снова у нас. Многим ребятам здесь очень понравилось. И они выражают желание даже продолжить обучение в средних профессиональных заведениях, чему мы тоже так же рады и ждем их, и на учебу в том числе. На протяжении всей смены в детском лагере проводятся различные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Работает множество кружков различных направлений. Меня зовут Настя. Мне очень нравится этот лагерь, эта обстановка. Тут очень весело. Веселые вожатые, веселые ребята. Веселое развлечение, веселые экскурсии. Меня зовут Марина. Мне нравится лагерь из-за того, что мы ездим на экскурсии в Донбай. Еще потому что тут весело, веселые вожатые. Во время отдыха школьники побывали на экскурсиях, осмотрели достопримечательности нашей республики, отведали национальные блюда. Ребята нашли себе новых друзей. И отдохнувшие, набравшиеся новых сил смогут вернуться к себе домой. Мурат Сенкезов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Футболисты из Карачаева, Черкесии провели товарищеский матч с соперниками из Ростова. Молодежка, выступающего в премьер-лиге клуба, приехала в Черкес, чтобы противостоять лидеру турнира третьей лиги в зоне ЮГО СКФО. Подробности матча «Нарт-Ростов» в сюжете Артур Амхце. Перед началом очередного футбольного матча в столице Карачаева-Черкесии могло показаться, что товарищеская игра «Нарта» с молодежкой Ростова не заинтересует поклонников самого популярного вида спорта. Пустоты на трибунах намекали большую вероятность отсутствия у хозяев фанатской поддержки. Однако соскучившиеся по большому футболу болельщики республики еще до стартового свистка доказали, что готовы гнать своих любимцев к новым победам. Особая роль в группе поддержки была отведена этим юным зрителям, которые стали первыми в официальном фанатском движении «Нарта». Это популяризация футбола идет в целом. Это наша молодежь, это наши будущие футболисты, это наше будущее. Для чего делается вообще все это? Это делается для детей. Потому что большая часть болельщиков все равно приходит, даже те же родители, приходят с детьми. Это семьи, это уже семейные фанаты. Это молодежь наша всю. Сама игра на первых порах казалась несколько вязкой. Противники прощупывали слабые стороны друг друга. Поначалу складывалось впечатление, что молодежь из Ростова увереннее чувствует себя под давлением. Мяч у гостей двигался по полю быстрее, передачи на ход и в ноги партнерам были точнее, удобнее. Это и понятно, гости в прошлом сезоне являлись одной из лучших команд первого этапа молодежного турнира. Нарджи собрали в боевой состав лишь перед началом нынешнего сезона в третьей лиге. Однако постепенно игра передвинулась на половину поля ростовчан. И на 27-й минуте быстрая атака лидера зоны Юг СКФО привела к изменению счета на табло. Это оказавшийся в штрафной Дмитрий Михайлов замкнул усилия партнеров. Однако почти сразу гости ответили своим разящим выпадом. Так первый тайм и завершился 1-1. В перерыве зрителям была представлена фанатская группа ребят. Мальчишки получили в подарок от руководства футбольного клуба мяч. У них также будет возможность поддерживать любимую команду, в том числе во время выездных матчей. Все ждут всегда один! Мы Канарки победим! На второй тайм хозяева вышли в обновленном составе. И замены сразу дали результат. В первой же острой атаке ростовчане сбили в своей штрафной игрок Канарта. Судья назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Шихамир Исаев. Затем Дмитрий Михайлов упрочил преимущество, забив свой второй гол. Однако гости тут же вновь огрызнулись, вколотив мяч в сетку с пенальти. Впрочем, спустя несколько минут разрыв в счете опять стал комфортным. Итог 4-2 в пользу футболистов Нарта. Следующий официальный матч команда из Карачао-Черкесии проведет 19 июля, когда примет на своем поле соперников из Северной Осетии. Артур Макци, Анастасия Лой, Белла Чикатуева, Расул Бердиев. Вести Карачао-Черкесия. В Ярославле завершился летний чемпионат Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике. По итогам турнира спортсмены из Карачао-Черкесии завоевали 4 медали. Савва Пудаков завоевал золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами. Он же стал бронзовым призером в беге на 110 метров с барьерами. А Виталий Третьяков завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров и стал победителем в эстафетном беге 4 по 100 метров. Природа Карачао-Черкесии очень схожа с предгорными районами швейцарских Альп. Ее можно сравнить и с шотландскими пейзажами. Все это великолепие можно увидеть в окрестностях прекрасного озера Хурлакель. В переводе – Блаженное озеро. Оно является украшением Карачао-Черкесии. Кстати, от озера путь лежит к необъятным просторам, где открывается панорама на Эльбрус и главный Кавказский хребет. А знаете ли вы, что есть естественный памятник природы депортации карачаевского народа и легенда о Хурлакель? Продолжает нас знакомить с красотами Кавказа Алла Динаева. И вот ее живописный репортаж. Приятного просмотра, а я прощаюсь с вами. Всего доброго. Много озер в Карачае. Хурлакель – самое прекрасное. Большое оно и очень синее. Стройные сосны растут на зеленых берегах и удивленно глядятся в его чистое зеркало. Спит озеро в тихие дни, а по вечерам, когда с горных склонов спускается ветер, частая рябь идет по нему. Высокие звезды качаются на прозрачных его волнах и густой камыш, задумчиво вздрагивая, нашептывает в воде древние предания мудрых нартов. Эту легенду о молодом пастухе Аймуши, который на берегу Хурла озера выбрал стойбище для своей атары, читали и слышали многие. А геоэкологические и рекреационные особенности озера изучили в ходе экспедиции сотрудники Кочегу имени Умара Алиева еще в 2012 году. Около недели они жили на берегу Хурлакель. Заведующий кафедрой экологии и природопользования географического факультета Вячеслав Онищенко рассказывает, что при измерении лесного массива их привлекла однородность древостоя, которому порядка 70 лет. Животноводы покинули эти места в период депортации. И сосна где-то лет 10-15 развивалась без нарушений, не вытаптывалась котом. И в результате лес сомкнулся. И это естественный памятник природы, памятник тем печальным событиям, которые происходили 70 лет назад. Вот этот одновозрастный лес. Если сейчас там осуществить уход за этим лесом, то можно создать уникальный ландшафт, повысить продуктивность этого леса, его эстетическую значимость. И он уже приобретает свой сакральный характер. Это озеро такого сакрального характера. И люди могли бы, конечно, прийти там отдохнуть, вспомнить эти исторические события, которые произошли. И, конечно, естественный памятник, как бы порог природы отозвалась на те события и увековечила их. Если бы местные органы власти обратили внимание на этот памятник природы и разработали контролируемые маршруты, чтобы люди могли посещать это место и приносить дань памяти печальным событиям 43-го года. Ведь Хурлакюль нуждается в охране и в доступности, говорит Вячеслав Онищенко. Это Министерство экологии и природных ресурсов, это Росприроднадзор должны тоже самоосуществлять контроль за охраной этого. А Управление лесного хозяйства, они должны грамотно провести уход. Мы бы могли и принять участие, чтобы сформировать именно такой лес ажурной, кроной, доступный, с местами отдыха, с местами прогулок вокруг озера. И вот этот лес, сосняк на высоте 2100 метров, это верхняя граница леса фактически. Она бы была, конечно, уникальным памятником бережного отношения местных людей к этим местам. У нас в республике природа создала прекрасное место, как Линдуловская роща в Ленинграде, говорит Вячеслав Валентинович. Переходная зона от Субальпика к Альпийской зоне – это уникальное явление. Таких мест у нас, пожалуй, больше и не трудно назвать. Живописнейшее озеро Хурлак-Кёль расположено на высоте 2080 метров над уровнем моря. 8 лет назад, когда участники экспедиции детально обследовали озеро и окрестные места, сканировали дно эхолотом и провели химический анализ по 23 показателям, выяснилось, что максимальная глубина – 8 метров, протяженность – порядка 300, а ширина – 170-180 метров. Общая площадь озера – 4 гектара. По химическому составу это исключительно чистая пресная вода. А начало дороги на Хурлак-Кёль начинается в Кубанском ущелье у слияния разноцветных вод двух рек Кубани и Худес. А получилось это интересное природное явление из-за того, что Кубань берет свое начало с летников Эльбруса и имеет каменистое дно. Ее вода в отсутствии дождей прозрачная с зелено-голубым оттенком. А река Худес имеет глинистые почвы и берет начало вдали от летников. И поэтому имеет черный, а то и бурый цвет. А место их встречи, конечно, впечатляет. И преодолев мост через Кубань, попадаешь в ущелье Худес. Далее проезжаешь каменные ворота, так называемые царские. Некогда это была огромная песчаная скала, которую взорвали геологи, чтобы освободить проезд. А после созерцаешь всевозможные ландшафты из лиственных лесов, которые сменяются полянами, пастбищами, и попадаешь к прекрасному озеру, которое напоминает чашу внутри лесного обрамления. Хурлак-Кюль имеет статус особо охраняемой природной территории и называется патриархом среди озер, поскольку в акватории водоема и вокруг него сохранились реликтовые растения древнелетниковой эпохи и живописные уголки дикой природы. Здесь открываются туристам удивительные пейзажи, которые погружают в сказочный и необыкновенный красотый мир под названием Хурлак-Кюль. Алла Динаева, Али Бастанов, Раши Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.